Пока вот бегаю еще, чем-то занята голова. Домой прихожу, все, начинаю реветь уже. И так уже почти три недели. В начале июля у Светланы потерялась собака. Путеля Мартына быстро нашли в районе пассажа, но не все так просто. Сегодня Светлана и ее группа поддержки уже от отчаяния собрались на улице Чайковского, 35, надеясь встретить девушку Ирину, которая нашла Мартына и проживает здесь. Ирина сразу разместила объявление, а когда хозяева вышли на свою спасительницу, девушка перестала отвечать на звонки и сообщения. Нам-то она ничего не сказала. А в этих соцсетях начала писать о том, что хозяева плохие, что они в пьяном угаре его потеряли, что они его там не кормят, не ухаживают за ним. Алкаши своих собак не ищут, как факт показывает, практика наша показывает, что если собака убежала, больная, тем более старая, ее никто никогда не ищет, убежала и слава богу. У Мартына непростая судьба. Сейчас ему почти 11 лет. Несколько лет назад у него умерла хозяйка. Ее родственники выставили объявление, чтобы отдать кому-то старого больного пса. Семье Светланы стало жалко Мартына. Так у Пуделя появилась новая любящая семья. Мартына пролечили, пришлось удалить почти все зубы. Лохматый и сейчас нуждается в лечении. Но где он, неизвестно. Есть лишь последние кадры, когда Мартын находился на передержке и, вероятно, скучал по своей семье. На передержке Мартын был недолго. Девушка Ирина, которая нашла Пуделя, через пару дней отдала собаку мимо проходящей женщине. При этом, по словам Ирины, никаких контактов она не взяла. Хозяева Мартына в это не верят. Семья Мартына считает, что Ирина прекрасно знает, где сейчас собака. По их словам, Пудель может находиться на Донском проезде у подруги Ирины. На прошлой неделе хозяева Мартына уже написали заявление о краже в полицию. И просят обращаться по этому телефону, если кому-то что-то известно о Пуделе. Семья Мартына все еще верит, что он вернется домой. Пускай он умрет на руках, доживет свой остаток дней у любящих родителей, а не у чужих людей. Не дайте случиться непоправимому. Вы сокращаете сейчас его дни. Вы воруете его жизнь. И воруете жизнь вот этой женщине, которая на инвалидности, которая сидит сейчас на антидепрессантах. Девочки, верните. Вас умоляет весь город вернуть собаку. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.